Ребят, я сегодня решил пройтись. Очень интересный такой вложик будет. Я нахожусь на улице, прохладненько. Я сейчас решил сменить имидж. И сейчас мы направляемся в одну тату-студию. Я сейчас познакомлю вас с мастером. Давно хотел сделать вот эту татуировку, но все, постоянно откладывал, а? Спасибо, что принял большое. Оставишься? Меня Антон зовут. Я вообще татухи, первую татуху в 12-м году сделал. Подпивался с пацанами на вписке. Потом как-то понравилось, заказал себе китайский набор. И вот начал кого-то татухи. Но помню, что первая татуха это был крест. Вот здесь. С 12-го года с татуировкой мастера. Да, я всегда мечтал о чем-то. Каком-то своем детище, чтобы было такое помещение, где собрать мастеров. И будем с тобой вот здесь, посередине. Прям много у тебя комнат? Даже завидую немножко. Классное чинство. Здесь специально, потому что, чтобы был не open space, но никогда супер много мастеров сидит в одном помещении, чтобы как-то разделиться, потому что кто-то стесняется, может, ну, как, по-ликинь, там, девочка придет, что-то здесь себе делать. И раздеваться. Так что можно всегда закрыться и спокойно все сделать себе готово. Да, тут прям слишком в глаза. Я вот тебе тоже, короче. У меня студия хорошая, а я с 7-го класса, короче. Я хорош, хорош. Это на всю жизнь, ты знаешь, да? Где-то слышал про это. Ты вообще готов к тому, что это будет с тобой на всю жизнь? Реально? На всю жизнь? Сейчас узнаем. Что вы знаете о боли? Он, типа, не так жестко бросается в глаза, ну, что-то такое, но... Бля, пиз... Он сразу как-то меняется. Меняется стиль немного вообще. Да не, сильно, да, меняется как-то? Да, бля, бля, бля. У меня так поначалу было с покраской волос, с персингом, а потом уже как-то... Если когда мне пи***ли, мне ни один пирсинг не задели. Ни здесь, ни здесь, или... Спасибо тебе большое, что принял. Вот, реально от души. Вот, прикольно ты сделал, все по красоте. Спасибо тебе большое. На сегодняшний день, Рай. Да, ты меня очень прям порадовал. Да, еще, да, да, да. Поэтому ссылка на студию будет в описании. По промокоду Шучер 15% скидку. Смотри, говорите промокод Шучер по адресу... Так, колоннатька 1517. 1517, это хорошая студия. Если вы хотите качественную, классную татуировку, все стерильно. И самое главное, приятный тату-мастер. Это все вообще абсолютно неважно. Вообще, это все полная херня. Это просто на всю жизнь. Вот об этом сначала подумал. Переезд, переезд, дело такое, да? Да. Не требующие отлагательности, требующие жертвы. Я зато так кайфом покатался на бизнес. Бля, я что-то забыл в тебя, давай. Переезд твои, ребята, всех приветствую. Как ты вообще узнал про эту ситуацию с избиением? Слушай, про эту ситуацию я вообще видел вкратце в Телеграм-каналах, но я не обратил на нее внимание, провестал. Потом вот написал мне ты. Я думаю, дай посмотрю, что вообще произошло. Вкратце посмотрел. Ну, в принципе, вот сейчас об этом, о чем будем общаться? У меня к тебе очень много вопросов, поэтому сейчас задавать не буду. Сейчас включу камеру и тогда пообщаемся. А посмотрел саму суть вот этой вот девушки? Как ты вообще считаешь, кто в этой ситуации прав? Ну, до интервью в целом, какое-то видение. Ни ты не прав, ни она не права. Я обозреваю преступления какие-то, такие прям серьезные, когда происходит. Кого-то там изнасилование, дай бог. Алексей, пора валить. Конечно, сваливаем. Куда там? А, ладно, не буду говорить. В деревню куда-нибудь, да? Там, где интернета нету, ничего нету. Будем просто прятаться. Доить коров? Да. Слушай, я думаю, это новый опыт у нас, да, будет? Да, да, да. О, смотри, приехал. О, это наш поезд. Мы немного не хавали вообще. Время дофигища. Да, вообще, что есть минут осталось. Мы не хавали очень много. 8 часов, что ли, не хваливали воды и не взяли с собой, тоже не попили. Короче, это будет секрет, куда мы пока переезжаем. Но там намного безопаснее. Намного безопаснее, чем в Критере. Я сейчас поездки устал. Вот, незамученное лицо. Ну и что, ты сейчас выспешишься, верно? А как вам еще в целом Москва? Слышно. Я давно здесь. Я смотрел твои видео, короче. Да? Да. Блин, блин, очень милый. Спасибо вам большое. Приятно очень. Я уже подписал. Вы подписались, да? Какие видео больше всего нравятся? За айфонов припихнут, которые пахнут. Это классика жанра. У вас другой вид этого нету, да, кроме вот? Не, у нас там опросы разные. А вы вообще вот про вот эту ситуацию слышали, да? Да, я видел. Ну и только что закончилось. Парни, они в суде. Но в целом конфликт до сих пор продолжается. А вы сами из Таджикистана, да? Да, я из Таджикистана. Где больше вот ребят, которые вот из Таджикистана, в Москве или в Санкт-Петербурге? В Москве, по-моему, больше. Больше, да, в Москве все-таки? Смотрите, какой здесь красавчик. Просто татушка на лице. Просто гэнь-гэнь-гэнь-гэнь. Сенсорная фигня. И смотрите, какой просто вам блесный свет. Здесь просто глаза волка. Глаза волка. Блестят, искрятся просто. Поприветствуйте гостю нашей программы. Девушка, у которой до сих пор нет мужчины. Хотя мужчин у нее было очень много и поклонников очень много, в том числе и я. Алиса, привет. Поздоровайся с подписчиками. Здравствуйте, вы из Питера. Откуда ты узнала, а? Я чувствую. Интуиция сильная, что ли? Серьезно? По запаху? Сейчас устроим пранк. Майдинг. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Слушай, ты... Ты линяешь? Бл***, а что ты делаешь нахуй, а? Ты еб***ь, блядь, а? Бл***, ты блядь, 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 зачем, блядь? Успокойся, успокойся, слушай, блядь, как... Успокойся, блядь, блядь, успокойся, блядь, блядь. Туши его, блядь. Мне за***ли твои косички, а? Ты бы мне еще... Знаешь, что ты тушку, короче, скаль берем, ну так, вырезала? А я вот хотел, думал. Ты хотел посричься, вот тебе. Потом хотел, через год, блядь. Вот тебе повод посричься. Ты че, блядь, блядь? А то уже за***ли твои косички уже не было. Давай я тебе так, х**, отрежу, скажу. Как тебе такой едок? Как будто меня шокером, блядь, под 500 вольт. Даже не тот шокер, который у меня в автобусе, ебал. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Алиса, подомче. Многие спрашивают, почему мы решили переехать в Москву. На самом деле в Москве больше амбиций, возможностей. Есть очень много блогеров для коллаба. И в целом город сам по себе, как бы, предрасполагает развитие медиасреди. А еще переезда, блядь. Последний раз я уже в Питере год как бы жил. Давно уже не переезжал, я уже как бы не привык поездам. Ну вот так. Короче, ништяк, новый переезд, новая жизнь, новый толчок, новый этап, который нужно преодолеть. Главное не сдаваться. Спасибо, что вы со мной. Новости подхватывают. Вы знаете, вот эта вся шумиха пока что угасает потихоньку. Я думаю, что в Москве в этом плане будет спокойнее. Пока что все потихоньку складывается, все нормально. Стримы будем делать. Пока что следователь не звонил. Пока что нет никаких известий о следователе. И нормально, поэтому мне не докучают. Я надеюсь, они делают свою работу правильно и грамотно.